Здравствуйте, с вами Ермольна Татьяна и в этом выпуске своего видеоблога я хочу рассказать о прогнозе на август 2018 года и поговорить о том, какие события нас ждут в этот период и дать рекомендации о том, как верно его прожить, что стоит делать в августе месяце, а к чему не стоит вообще даже прикасаться, чего не стоит начинать. И интересным этот август будет по нескольким сразу причинам, потому что, во-первых, будет самое последнее затмение в летнем коридоре затмений, произойдет затмение в 19 градусе Льва, будет это 11 августа, получается, что это солнечное затмение, но достаточно слабое по своему воздействию, хотя в определенных гороскопах, безусловно, оно может проиграться как очень важное событие, о чем я скажу немного попозже. Также нас ждет несколько переходов планет в новые знаки, ну, во-первых, Марс сменит не только направление в этом месяце, но и знак Марс 13 августа перейдет знак Козерога, а уже 27 августа он перейдет в директное движение. Также поступит и Меркурий, Меркурий в этом месяце тоже будет из ретроградного движения переходить в директное в 20 числах августа, 19 августа. И у нас еще интересным событием является то, что Уран перейдет из директного в ретроградное движение 7 августа. То есть вот такие события нас ждут. Помимо этого, есть одна важная деталь – фиктивная точка. Фиктивная точка переходит в новый знак. Каждые 9 месяцев Черная Луна меняет знак. И вот в этом августе Черная Луна выходит из Козерога, и тем самым, по большому счету, этот зодиакальный отрезок, знак Козерога, перестает быть для нее таким важным. Все-таки нагрузка на знак Козерога была очень мощная в ближайшие 9 месяцев. Там был Сатурн, там он еще и продолжает быть, там Плутон, и еще ходила Черная Луна там. Вот теперь смена идет знака у Черной Луны, ингрессия в знак Водолея. И понятно, что нас ждут новые определенные чернолунные программы. На Водолеев при переходе Черной Луны в их знак тоже это может каким-то образом повлиять. Для многих это, например, это событие произойдет 6 августа. И вот как раз это может быть там примерно с 5 по 12-13 августа будет самое такое непростое время для, например, знака Водолея и всех тех, кто имеет там асцендент или какие-то важные точки гороскопа, потому что это время, в котором, безусловно, люди могут испытывать повышенное влияние этой Черной Луны, искажение в поведении, искажение в эмоциях, будет тянуть на то, на что не тянуло раньше, какое-то несвойственное совершенно отношение к миру, к людям, возможно, вы проявите в это время. Ну, потому что время в основном ингрессии, то есть переход до фиктивной точки или планеты в какой-то другой знак, оно вот такое очень-очень насыщенно энергетически, понятно, что вызывает события, а уж тем более, если в этом же периоде происходит еще и затмение. И самое интересное, что как раз-таки в затмении Марс ретроградный будет в соединении с этой Черной Луной в самом первом градусе знака водолей. Так что, в общем-то, для людей, у которых что-то важное, опять-таки повторюсь, на оси водолей-лев, это затмение важно не только само по себе, потому что оно там происходит, но и потому, что помимо этого там еще и встречается такая достаточно мощная агрессивная планета с очень энергетически заряженной фиктивной точкой, при том, что там же будет еще и квадрат урана к этому соединению. Так что ждем неожиданностей и, конечно, поворотных событий во многих судьбах. Как я уже сказала, у нас будет переход Марса в директное движение и в знак Козерога перед этим, а уран перейдет в ретроградное движение. И как раз-таки в самом начале этого месяца опять-таки встретятся Марс и уран, именно поэтому с них хочу начать такие некие рекомендации давать, потому что мы помним с вами уже этот квадрат, он сам по себе создавался в июне месяце, и, возможно, для некоторых из нас он принес такие совершенно очевидные, но достаточно незапланированные события напряженного характера, которые там нас заставили как-то остро среагировать, может быть, напрячься в чем-то, возможно, это были конфликты, может быть, это были проблемы с передвижением, с автомобилем и так далее. Вот сейчас будет точно такой же квадрат между Марсом и Ураном, напряженный аспект, который сложится в самом начале этого месяца. Первые, вторые, третьи числа августа как раз-таки идут при таком напряжении, но тут, может быть, положительным является то, что Венера на первой неделе этого месяца переходит в весы и делает благоприятный аспект к Марсу, тем самым сразу после напряжения Марс получает такое вот облегчение от Венеры, от ее аспекта, и вполне возможно, что в отличие от июня, ну, последствий как таковых у этого напряжения не будет, то есть нам просто нужно несколько дней немножечко так вот прождать, и если в это время у вас формируются какие-то сложные события, там, разногласия какие-то неожиданные, то постарайтесь на них все-таки не реагировать или, по крайней мере, не принимать их близко к сердцу, потому что уже буквально 5, 6, 7 число – это время, когда, собственно говоря, спокойно можно все разрешить в мирном ключе, абсолютно гармоничном, вот благодаря тому, что Венера, переходя в знак весов, делает хороший аспект с достаточно напряженным Марсом. Марс, переходя в знак Козерога, все-таки это для него сильное положение, и в середине месяца, вот буквально, как только затмение случится, Марс перейдет туда, поэтому тут очень важно на, вот, где-то с 7 по, ну, примерно по 13-14 число тоже сохранять спокойствие и, как бы, не перенапрягаться. То есть это действительно очень важно, потому что когда Марс переходит в сильный для себя знак, это время, когда мы получаем огромное количество энергии. К сожалению, ретродвижение любой планеты, энергия идет вовнутрь, это значит, что она накапливается, не имеет легкого выхода, мы не можем ее быстро реализовать, поэтому это, скорее всего, или какой-то внутренний потенциал, неудовлетворенности или просто напряжение, злость, какая-то такая деструктивное поведение такое, вот именно, тем более, что там будет сильно проигрываться черная луна, вот в эти дни с 7 по 13-14 августа. Так что здесь надо быть особенно осторожными, чтобы как раз-таки в это напряжение ничего не натворить или же не допустить по отношению к себе чего-то. Опять-таки, было бы хорошо, как если бы у нас была возможность во что-то конструктивное это вложить, но на данный момент я даже не посоветую, чтобы мы в этом месяце, например, имели какую-то мощную физическую нагрузку или как-то вот, ну, действительно, как-то вот отдохнули в движении. Больше в затменный период, числа до 15-го, это точно работа над собой, это точно больше уединение, одиночество, отшельничество, чем любые активные действия, значит, все-таки, по большей части нам придется эту энергию сохранять и как-то ее в себе, ну, как правильно сказать, успокаивать, то есть не выводя ее наружу, пока что. По крайней мере, постарайтесь это сделать, потому что вот уже когда Марс достигнет своего директного движения, это получается, что в самом конце августа это будет совершенно другая картина, здесь как раз-таки мы доживем до времени, когда и Меркурий станет у нас директным, я напомню, он 19 августа разворачивается, и Марс станет директным. Это время, когда у нас, наконец, все то, что мы так долго копили в качестве наших планов, в качестве наших желаний, побуждений, может быть реализовано. Вот последняя неделя августа очень мощная именно для того, чтобы мы разрешали вопросы, накопившиеся за лето, по большому счету вот за все лето. То есть нет, у нас пока еще за это лето не представилось там случая, собственно говоря, вот так активно, открыто действовать, как на последней неделе августа. И именно тогда я считаю, что можно уже, если вы уже готовы прям к тому, чтобы что-то совершить такое мощное, большое, прорывное, то стоит этим заниматься. Как, в принципе, и любое действие масштабное, оно уже тоже тут вполне себе допустимо, и мы можем, наконец, вздохнуть спокойно, потому что, по большому счету, последняя неделя августа – это время, когда коридор затмений нас отпускает, и мы уже владеем собственными эмоциями, собственными планами, мы можем их контролировать, и мы можем уже их реализовывать. Вернусь еще к одной планете, которая в этом месяце себя активно проявляет – это Меркурий. Важна она для нас, потому что отвечает за путешествия, за передвижения, за коммуникацию, за любые договоренности. У нас время отпусков, и мы все в разъездах, мы все очень хотим отдохнуть, и нам всем не хочется проблем. Но пока что эта планета не сулит нам подобного легкого стечения обстоятельств. То есть я не говорю о том, что это будет в каждой судьбе, но у очень многих из нас в целом до, как минимум до 11 числа, есть сложности с тем, чтобы легко перенести дорогу, чтобы путешествие было беспроблемное, чтобы документация, получение виз, бронирование отелей, само передвижение прошло без происшествий вообще. То есть хотя бы какие-то детали, какие-то мелочи, совершенно незапланированные и невозможные для какого-то предсказания, прогнозирования, тем не менее, могут проявиться. Это время, вот как раз с 1 по 11-12 число, самое активное. Меркурий в это время и ретроградный в первую очередь, а во-вторых, он еще и затменный, потому что он как раз-таки идет четко на сближение с точкой затмения. И 11 августа он будет в соединении и в таком широком квадрате к Юпитеру. Так что первые 10 дней точно очень неудачны для путешествий, для переговоров и документов. Я бы советовала вообще это все поставить на паузу, по крайней мере, до 12-13 числа. Во-первых, здесь затмение закончится. Да, будет еще оно достаточно сильно влиять, но само оно по себе уже пройдет, а это плюс. И второе то, что у Меркурия он перейдет в новую для себя фазу. 9-го числа он будет соединяться с Солнцем. Это нижнее соединение, после которого Меркурий переходит в новую для него фазу своего цикла. И в основном это вот время, когда как раз-таки все эти договоренности, все те, все то общение, все те обязательства, которые люди на себя берут до этого момента, до соединения, они или же себя реализуют, или же полностью отменяются. Вот 9-е, 10-е, 11-е число, это время как раз такого часа икс, когда будет понятно, насколько все то, что вы делали с точки зрения дел Меркурия, будет реализовано. Но если оно реализовано по каким-то причинам не будет, все отменится, вы сильно не переживаете, значит, в общем-то так и надо было, потому что, но затмение это история кармическая, то есть она какая-то такая фатальная, мы с этим сильно ничего не можем сделать, но явно какой-то, как то, что выше и больше нас, и то, что понимающее, то, как нам надо жить, оно просто какие-то вещи в нашей жизни отменяет, потому что они для нашей эволюции не важны и не нужны. Значит, получается, что отменилось, значит, хорошо, радуйтесь этому. Поэтому постепенно Меркурий будет уже выходить из ретродвижения после своего нижнего соединения 9 августа. 19-го он уже выйдет полностью из ретродвижения, и уже где-то с 24-го, 23-го числа можно постепенно уже начинать создавать какие-то договоренности, общаться, коммуницировать, договариваться. Поездки уже будут проходить совершенно в другом ключе и в другом настроении при других обстоятельствах. Поэтому в целом мы как бы вот, собственно говоря, август, я считаю, что этот этап, с одной стороны, самый такой, ну, в какой-то степени акцентированный на препятствиях, но с другой стороны и самый позитивный, потому что по большому счету после череды длительных таких сложностей, препятствий, стагнации, мы постепенно будем прям вот чувствовать эту волну свежести, новой энергии, которая даст нам возможность приступать к новому циклу нашей жизни после этих затмений. И еще про несколько событий, которые нас ждут в этом августе. У нас опять-таки формируется, будет кульминация, то есть точный аспект между Юпитером и Нептуном. Произойдет точная кульминация 19 августа, в момент выхода Меркурия как раз-таки из ретро-движения. И я об этом постоянно говорю, о том, что это очень хороший аспект, который дает многим из нас в это лето защиту. Просто, вы знаете, такое большое действительно счастье, что при таких мощных затмениях, по сути дела, в традиционной астрологии Плутон, Марс, которые в этом году, в это лето на затмения сильно работали, это зловредники считаются, которые могут многое что разрушить в жизни. Но я думаю, что многие из нас получили при этом очень большую защиту в качестве вот этого взаимодействия между Юпитером и Нептуном. И оттого, мне кажется, что август может быть в этом смысле даже более позитивный, чем июль. И многим из нас просто действительно повезет. То есть обстоятельства сложатся таким образом, что при всех каких-то сложностях объективных у нас будет появиться там покровитель, который нам многое что сможет в нашей ситуации многое что может исправить. Или же просто обстоятельства будут тем не менее складываться таким образом, что как бы одни перекрывают другие. Просто какой-то чудесный случай, совершенно непредвиденный, может вообще закончить очень длительную историю вашей жизни, тяжелую. Поэтому тут время хорошее даже для того, чтобы мы оказывали друг другу поддержку или ее получали. Я бы сказала, что не так часто можно просить поддержки и надеяться на то, что люди будут откликаться, но время очень в этом смысле такое милосердное. Оттого, если у вас необходимость есть в какой-то помощи внешней, то обязательно воспользуйтесь этим аспектом. И, ну, по сути дела, это весь август. Здесь нет каких-то определенных периодов, когда это лучше сделать или это не так сработает. Ну, где-то в районе 20-го числа это точно будет самая мощная вот эта энергия здесь. Но по большому счету весь август на это рассчитан. Также в августе есть еще и другой интересный аспект между Ураном и Сатурном. Если вы помните, когда у меня был прямой эфир в начале, в конце, по-моему, того года, и я приглашала гостя, который рассказывал как раз-таки о прогнозе на целый год. И там мы говорили о аспекте Уран-Сатурн, который будет в этом, в это лето активен. И по большому счету вот все, весь, все лето Уран и Сатурн шли навстречу друг другу. Сатурн как раз шел в, получается, в ретро, на ретро-ходу, Уран на директном ходу. И вот в районе, районе где-то 26-го августа они встретятся. У них не будет прям точного аспекта, они не успеют как бы завершить эту кульминацию, но там будет небольшое совершенно расстояние между ними, меньше градуса, даже меньше полуградуса. И оттого я считаю, что это будет, можно сказать, точный аспект между ними, аспект Трина, который, кстати, интересно, что его в такую большую конфигурацию, в очень мощную, завершит солнце в деле, находящееся в это время. То есть получается, что оно как раз только перейдет туда. И получается, что вот у нас вторая половина, даже не вторая, а, получается, последняя часть августа, она очень в этом смысле позитивная. Хотя Уран и Сатурн будут действовать в аспекте целый август. И они многим из нас принесут очень хорошие изменения, при том изменения в плане то, что вроде бы, как бы с одной стороны у нас все то, все то, что мы имеем, ничего мы не потеряем, потому что Сатурн сильный. Но и Уран, приходя в нашу ситуацию, уже такую, ну, ситуацию стабильности, он принесет еще большее благо. И оттого те изменения, которые должны в нашу жизнь прийти, они совершенно не будут отменять всего того, что мы имеем, всего того, что достигли, а будут только приумножать это. Последняя неделя августа как раз-таки про то, что мы можем воспользоваться этой ситуацией и вести в свою жизнь нечто новое, при этом, ну, как бы с большим эффектом для себя, с хорошим эффектом для себя. У нас еще очень интересная и хорошая новость в этом августе. Она связана с тем, что Юпитер начинает свое сближение вновь с планетой Плутон. Насколько я помню, это сближение было... Мы проживали его зимой, этой зимой. Так называемый секстил между Юпитером и Плутоном, который говорит о том, что эти... что две мощных энергии приходят в гармонию друг с другом, и у нас есть возможность. Это как бы возможность неочевидная, не то, что нам в руки упадет, но, тем не менее, возможность, которая связана с успехом публичным и с заработком большим. Потому что, когда Юпитер и Плутон имеют между собой аспект на небе, это аспект миллионера. То есть, понятно, что не каждому из нас достанутся какие-то серьезные заработки, и такие планеты, очевидно, реагируют только на то, что человек уже сделал. То есть, если у него уже есть к этому потенциал, если он уже там в коллективе, в каком-то процессе работы, у него есть какие-то проекты, то вот как раз-таки у нас осень, ну, начало осени получается, оно вообще для того, чтобы мы не просто, ну, дальше продолжали проект или начинали, а чтобы мы прям его вот с опломбом начали, чтобы у нас сразу был какой-то мощный успех, мощное продвижение, или чтобы мы с проекта получили большие, хорошие деньги. То есть, это про, как бы, про заработки и про публичную известность. Сам по себе этот аспект начинает формироваться во второй половине августа. Так что вот все, все то, о чем я говорю, все то хорошее, что в августе произойдет, оно будет как раз-таки после 20-го числа. И нам нужно тут вот уже немножечко еще потерпеть, как бы, посохранять свою, поскладировать свою энергию для того, чтобы уже с 20-го числа начинать активно работать, потому что сентябрь нас ждет. Нас ждет именно для активной работы, а не для того, чтобы мы, ну, как бы, просто плыли по волнам и ждали, что будет. Вот сейчас мы плывем по волнам, и мы ждем, что будет. Ну, как бы, это нормальное поведение, это, я бы сказала, даже осознанное поведение в данной ситуации, чтобы не инициировать ничего своего, а наоборот, следить за тем, что приходит в жизнь. Потому что сейчас все-таки энергии работают, которые, ну, сильнее наших планов и наших намерений в большинстве случаев. А вот уже с сентября месяца нужно брать быкара за рога, как говорится, и судьбу в свои руки. Так что нам уже вот осталось совершенно недолго. И, наверное, я еще скажу немножечко о планете Венере, которая ходит в этом месяце в своем собственном знаке, в знаке весов. Но, к сожалению, она не так хороша, как в прошлом месяце, когда я давала достаточно позитивный прогноз на любовную тему. Ну, Венера всегда имеет отношение к отношениям непосредственное, хотя тема денег тоже для нее достаточно важна. Тем не менее, вот в этом месяце у Венеры в затменный период именно, то есть первые 10 дней этого месяца складывается квадрат к Сатурну. К сожалению, это, особенно когда все это происходит где-то в период затмения, это говорит о том, что месяц достаточно... Первая половина месяца как минимум достаточно холодная для отношений, и, наверное, даже какое-то разобщение нас ждет. Или переход этих отношений в более такие практические рамки. Ну, то есть мы как бы в первой половине месяца мы точно теряем романтику. Вот. Все больше вот как чего-то наносного, показного в этом всем. Попытка подстроиться под какие-то социальные шаблоны, под социальные ожидания, под ожидания других людей. В этом многим будет некомфортно. И я думаю, что если сложатся отношения в этот период, то их будет очень тяжело удержать. Ну, плюс еще Марс ретроградный, тоже специфическая энергия, которая не дает легкого продвижения отношениям, такого вот легкого импульса. И плюс при переходе в директное движение можно быстро потерять эти отношения. Так что на первые 10 дней, мне кажется, что нет сильно положительного влияния. Хотя у Венеры будет аспект с Марсом, но сразу в Сатурн квадрат перейдет. А вот уже следующая часть месяца, она более позитивная. И я бы сказала, что после 15-го числа многие из нас могут рассчитывать на улучшение отношений в своей личной жизни, если они уже состоялись, или же на то, что к нам могут прийти чувства, какая-то романтика. Тут главное, чтобы мы, ну, по сути дела, Венера, она требует, чтобы мы больше, как верно сказать, все-таки были не в позиции позиции, там, инициаторов, завоевателей, а позиции людей, которые пытаются создать с другими равноправные отношения, которым человек другой интересен. Вообще вот весы, они про интерес к другому человеку, к партнеру своему. Поэтому тут очень важно просто проявлять интерес к другим людям. И на этой основе вы вполне можете с кем-то сблизиться, кто действительно вам станет очень дорогим человеком. Вот такая ситуация нас ждет в августе месяце. Мне кажется, что просто очень интересный месяц, при том, что прям абсолютно позитивный, по своему, по большому счету, завершению. Так что, как бы нам стоит первую половину месяца, опять-таки, находиться в более таком затворническом положении, положении уединения, аудита. А вторая половина месяца уже, собственно, нам на раскачку, потому что впереди серьезный большой период внешней активности, наверстывание, по сути дела, упущенного, поставленного на паузу. Все это начинает постепенно возрождаться, активироваться. Так что, по большому счету, у нас шел длительный период накопления энергии. И нам его правильно нужно завершить и правильно из него выйти. Ну да, вот как, например, из любой диеты или любого голодания. То есть, должны же быть какие-то моменты, правила выхода. То же самое и тут. Постепенно наращиваем обороты с 15 числа и к 26-27 августа уже начинаем полностью жить и работать так, как мы это делаем всегда. Я желаю, чтобы у нас было прекрасное настроение и хорошее здоровье. Потому что, как всегда, затмение и Меркурий, который имеет непосредственное отношение через Деву к Дому здоровья, это знак, по сути дела, Дева знак здоровья, Меркурий управляет им. Это всегда время, когда Меркурий ретроградный, и он еще и на затмении действует. Это всегда время, когда все-таки здоровье под прицелом, когда большие энергетические волны идут. И у некоторых из нас это может отразиться на состоянии вообще, в принципе, общем. Ну и на каких-то определенных органах, если это в данный момент, по нашему личному прогнозу, органы-мишень. Так что я вам желаю, чтобы у вас было крепкое здоровье и вас ни в коем случае не коснулись эти затмения таким образом, а только дали вам много нового, хорошего, позитивного. По большому счету, они должны принести вам ясность. Вот именно на нее и рассчитываю. Ну и понятно, если у вас уже, вы, как правильно сказать, вы уже готовы к новым отношениям или к тому, чтобы отношения перевести на новый уровень, чтобы у вас именно это и произошло в августе. До новых встреч! До свидания!